Сегодня мы расскажем, как облагородить участок с уклоном, какие есть способы, как это будет оптимально с точки зрения затрат, какие есть технологические приемы для этого. С вами Виталий, ведущий инженер компании «Землечист». Участки с уклоном требуют особой проработки, ведь стоимость их благоустройства в реализации в 3-4 раза дороже, чем участок без уклона. Соответственно, цена ошибки на таком участке значительно выше. Причем, чем круче уклон, тем выше коэффициент затрат на данном участке. И сегодня, в качестве примера, мы находимся на участке, перепад на котором из одного угла до другого составляет более 4 метров. Большая часть проектной работы уже проведена, зонирование проведено, дом построен точно на том месте, где он должен быть. Учтены видовые точки из этого дома, смотреть в далекие дали здорово, и при этом будет видно все зоны на участке. Но как же расположить эти зоны на таком склоне? Ведь многие из них требуют горизонтальной или почти горизонтальной поверхности. Это различные игровые, спортивные зоны, кострищи, барбекю и тому подобное. И вот какими способами мы можем достигнуть этой ровности, этого необходимого уровня, мы сейчас узнаем. Ведь недаром люди хотели поселиться на склонах еще очень-очень давно. Из тех самых давних пор классический прием, который используется на участках, на склонах, это террасирование участка. Это выполнение ровных террас методом врезания в наклонную поверхность, либо методом насыпи. И также эти методы можно комбинировать. То есть часть террасы можно врезать в поверхность, часть насыпать. Здесь сразу сходу дам полезный совет. Не рекомендуется выполнять террасы слишком низкие. То есть если терраса полметра и ниже, то она скорее воспринимается как кочка. Также не рекомендуется выполнять террасы выше полутора метров. В таком случае человек может чувствовать себя сдавлено, некомфортно, так как он не просматривается своего роста дальше пространства. Поэтому терраса выполняется в интервале от 0,5 до полутора метров. Дадим хороший и простой пример. Если перепад на участке составляет 3 метра, не стоит делать одну большую высокую террасу высотой 3 метра. Лучше разбить ее как минимум на две площади по полтора метра. Или же, например, на три площади с перепадом по одному метру. Восприниматься это будет хорошо, легко, естественно. При этом на террасах будет комфортно располагать все необходимые зоны. Более того, у интервала от 1,5 до 0,5 метра есть и экономический эффект. Маленькие террасы, их по стоимости обустраивать примерно так же, как и более высокие. То есть вы тратите одни и те же деньги на обустройство террасы, которая ниже колена. Это экономически невыгодно. И выше полутора метров добавляются различные коэффициенты высотности. То есть приходится эти перепады оформлять и инженерно рассчитывать более сложно. Поэтому выше полутора метров я тоже не рекомендую делать террасу. От 0,5 до 1,5. Золотая середина и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения вашего кошелька. Мы определились с количеством террас, которые хотим делать на нашем участке. Но какие для этого нужны инструменты? При помощи чего мы будем удерживать наши террасы в проектном положении? Для этого мы используем два основных инструмента. Это подпорные стены и откосы. Как же выбрать между ними? Потому что решения интересные, решения надежные, проверенные. Но подпорные стены мы рекомендуем применять тогда, когда либо сам участок достаточно небольшой и условия, в принципе, стесненные. Нужно экономить место. Либо локация, в которой на участке необходимо делать перепад, стесненная. И нужно экономить место для того, чтобы разместить там высотный перепад между двумя террасами. Откосы же, они вообще, в принципе, уже в тренде последних 5-7 лет. Это считается достаточно модным направлением в современном ландшафтном дизайне. Они занимают больше места. Они не экономят его. Но они дешевле обходятся в реализации. Они являются решением по принципу здесь и сейчас. То есть их достаточно быстро и бодро можно делать. И стилистическое разнообразие у них все-таки выше, чем у подпорных стен. Да и инженерная ответственность этого узла выходит, что намного выше, чем кажется на первый взгляд. Ведь нужно удержать грунт от сползания, а нужно предотвратить эрозию почвы, размытие ее водой при сильных ливнях и паводках. Рассмотрим инженерную составляющую оформления наших высотных перепадов. Откосы мы, как правило, армируем различными комбинациями слоев геотекстиля. Иногда применяем для этого специализированные пластиковые газонные решетки, для того, чтобы предотвратить эрозию и сползание грунта. Решения эти оказываются в любом случае дешевле, чем подпорные стены, но значительно дороже, чем если бы это был просто высотный перепад по земле. Более того, крутизна откосов тоже важный параметр. Не следует здесь увлекаться слишком крутыми отвесными откосами. Все-таки делать откос круче 45 градусов мы не рекомендуем. Таким образом, он будет требовать дополнительных инженерных расчетов, которые в загородном благоустройстве делать, в принципе, не принято. Но и в то же время делать откос слишком пологим, чтобы он смотрелся просто как некая кривая площадка, тоже не рекомендуем. Он будет восприниматься довольно тяжело. Оформление откосов – это еще один приятный бонус. Они оформляются различными цветниками, горными соснами, растениями. Лестничные марши на них выполняются из природного камня и заливаются из бетона. То есть здесь огромный простор для фантазии. И наша подмосковная архитектура в последние годы, она достаточно хорошо преуспела. Дома выполняются и в финском стиле. Дома у нас и а-фреймы, баренхаусы. Эти конструкции великолепно подходят по дизайну, по замыслу, как раз-таки для решения высотных перепадов при помощи откосов. Смотрится крайне выигрышно. Но вот если нет места, как я говорил ранее, если его нужно сэкономить, то здесь без подпорных стен не обойтись. И если уж мы взялись за подпорную стену, то первый камень преткновения – это ее расчет. Дело в том, что ее нужно обязательно рассчитать на опрокидывание, на проге, пособенность эта стенка высокая, чтобы потом не завалилась стена, не треснула, и не случилось смещение всей террасы из-за отсутствия правильных расчетов. Реализация подпорной стены – это тоже довольно интересный процесс. Достаточно долгий и дорогостоящий. Если мы рассматриваем стены из железобетона, то все сопутствующие железобетонные трудности, которые необходимо преодолеть, они будут и на нашей стенке. Причем чем она выше, тем этих трудностей будет больше. После того, как мы отлили стену, дали ей необходимый срок для того, чтобы она набрала прочность, ее нужно будет еще и отделать отделочными материалами. И в нашей средней полосе далеко не каждый отделочный материал будет хорошо держаться именно на подпорной стене. Даже если он хорошо держится на фасаде дома, у стенки есть свои особенности по влагоудержанию, по промерзанию, которые не дают многим материалам на ней хорошо удерживаться. И об отделке на старте, тогда, когда продумывают подпорные стены, многие забывают. Более того, подпорную стену из железобетона нужно обязательно защитить дренажом, таким образом, чтобы вода с верхней террасы не сочилась из-под стены на нижней террасе. Это важно. Многие об этом также забывают. И расхлебывать вот эту ситуацию уже тогда, когда насыпан грунт и посажены растения, это достаточно серьезный и дорогой процесс. Нарисовалась проблема отделки стены. Конечно, железобетон с отделкой имеет право на жизнь. Никто не говорит, что это плохо, это хорошо, но достаточно дорого и долго. Какие есть варианты? Например, подпорные стены из габионов. Вариант с отделкой сразу же становится намного легче. Более того, габионные стенки очень часто даже не требуют дренажа. Такого сложного инженерного сопровождения. Но и у них есть свои ограничения, потому что нельзя построить отвесную габионную стенку, высокую, без какого-то дополнительного металлического каркаса. И очень часто мы видим высокие стены, они все-таки выстраиваются по принципу пирамиды. Ставится один блок габион, потом чуть-чуть дальше второй, чуть-чуть дальше третий. Они получаются как будто бы с некоторым небольшим уклоном. Да, это хороший вариант. Он немного дешевле в реализации, чем подпорка с отделкой железобетонная. Но все-таки у него есть тоже свои нюансы и недостатки. Есть еще ряд инженерных решений по поводу выполнения подпорных стен. Мы, например, используем подпорные стены наших партнеров. Они выполняются из готовых блоков, при этом с лицевой стороны они уже заранее отделаны на заводе. Собирается такая стенка, как конструктор. Правда, есть некоторые ограничения по высоте, то есть до 60-70 сантиметров. Такие стенки работают как гравитационные, лежат под собственным весом и не требуют дополнительного армирования. Но если такую стенку нужно возводить выше, то по технологии в верхнюю часть террасы закладываются различные геосетки, удерживающие эту стенку. Таким образом они как бы цепляются за поверхность, которая находится выше. И это инженерно сложнее осуществлять такую правильную насыпь. Это требует обязательно дренажа. И делать посадки или инженерные коммуникации в некоторых случаях будет просто невозможно, потому что тогда повредятся сетки, которые удерживают стену. Каким бы ни был выбор в пользу той или иной технологии, стоит сказать одно. Подпорные стенки это достаточно долго и дорого. Если, например, на благоустройство всего участка будет потрачено 3 миллиона рублей, то бывают такие случаи, когда и на подпорные стены тратят еще 3 миллиона рублей. И все это заставляет нас сделать заключение, что грамотное благоустройство участка на склоне это комбинация тех или иных способов, таким образом, чтобы это было и экономически выгодно, и архитектурно привлекательно. Например, на нашем участке, вот где-то за моей спиной в районе входа, мы будем выполнять перепад между высотами при помощи откосов. А вот чуть впереди, между парковкой и зоной барбекю, которая планируется дальше, место здесь стесненное, и поэтому мы будем выполнять этот перепад при помощи подпорной стены. Есть еще третий способ, когда часть участка мы положим на существующий рельеф, а перемещаться по нему будем при помощи таких широких, больших, продолговатых ступеней пандусов, ступопандусов их назовем. И это тоже будет являться частью фишки, то есть использование того природного рельефа локально, в необходимых местах, где это возможно. Но здесь главное не увлекаться. И вот почему. По реальному уклону у нас получится так, что весь участок, все пути будут в таких ступенях и ступопандусах. Здесь есть довольно частая распространенная ошибка, когда террасированием увлекаются слишком жестко, выполняют все на террасах, а переход между этими террасами делают только на ступенях. Не следует забывать, что на таких участках обязательно должно быть два пути. Один путь – это нормальный пешеходный путь по ступеням, по лестницам, по различным их маршам и перепадам. Окей, мы ходим хорошо, спокойно, ножками, не скользко в дождливую погоду, не скользко зимой. Есть возможность сделать какие-то даже порочни, чтобы за них держаться. Все хорошо. Но, во-первых, участок нужно обслуживать. По нему нужно проехать с садовой тележкой, нужно подумать, как мы будем косить его газонокосилкой и таскать косилку по ступеням или садовую тачку. Но это достаточно тяжело и неразумно. Более того, помним о том, что мы все не вечные, мы с годами стареем, и ходить по ступенькам через 15-20, а для кого-то и через 5 лет, будет уже тяжелее, чем сегодня. И альтернативный путь, когда можно пройти по небольшому безопасному откосу, по небольшому склону, нужно обязательно оставлять. Так называемое беспрепятственное пандусное движение. Мы подсматриваем нормы для организации такого движения из городских норм. Там очень хорошо все это прописано, как необходимо организовать так называемые пути для маломобильных групп населения, для МГН. Это очень удобно. Всегда такой запасной путь оставляем на таком участке, чтобы было комфортно и обслуживать его, и жить на нем в дальнейшем. И на данном объекте мы будем применять различные типы лестниц. Они у нас будут и из бетона, отделанные брусчаткой, и тротуарной плиткой. Там, где это уместно, в велком зоне так называемой. И там, где у нас будут откосы, будут лестницы из настоящего крупноформатного природного камня. И это будет, опять же, очень природно и уместно. Более того, будем использовать на данном объекте перепад высоты с некой инженерной смекалкой. Например, вот здесь большое пространство под домом будет использовано как техническая площадка для размещения блоков кондиционирования, различных инженерных систем и место для хранения маленького хозяйственного трактора и прочего инвентаря. А если вы хотите, чтобы и ваш участок с высотным перепадом был выполнен так же талантливо и красиво, обращайтесь в компанию «Землячист». Мы проконсультируем и выполним работы. С вами был инженер Виталий. До новых встреч!